Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в регионе за минувшие сутки. В Салихарде 23 декабря произошел пожар в жилом четырехквартирном доме. АЧП стало известно в 4 часа дня. Возгорание началось на чердаке. Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы с ним справиться. В результате пожара пострадал фасад чердачного помещения и стена дома общей площадью 10 квадратных метров. На вызов выезжали 18 человек и 5 единиц спецтехники. Пострадавших нет. МАЗ спровоцировал крупное ДТП в Ханты-Мансийске. В результате чего столкнулись три автомобиля. В местном ГИБДД рассказали, что авария произошла по вине водителя грузовика. Он покасательно задел попутную Киа, которую выбросила навстречу, где корейская машина столкнулась с Ладой. В ДТП пострадали водитель Киа и его шестилетняя пассажирка. Помощь понадобилась и 37-летней пассажирке Лады. Жители одного из поселков Югры опасаются выходить из домов из-за нападения волков. В Березово хищники добрались до старого кладбища, который находится в центре поселка, и загрызли собаку. А до этого вытащили пса прямо из вольера и также растерзали его. Об этом говорят местные жители. На счету волков уже пять псов. Теперь родители боятся отпускать своих детей в школу. При этом администрация Березовского района в социальных сетях отписалась, что проводятся мероприятия, направленные на регулирование численности диких животных. В Тобольске оперативникам удалось задержать похитителя ботинок. Мужчину подозревают в том, что он украл товар из магазина, расположенного в одном из торговых центров. Об этой истории мы рассказывали накануне. Факт преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина сначала вынес 10 коробок с обувью из бутика на общую сумму 20 тысяч рублей. Похищенное спрятал под елкой в холле торгового центра. А после этого спокойно отправился в парфюмерный отдел. Напомню, стать мобильным репортером в рубрике «Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.